Воспитанница реабилитационного центра для детей и подростков Диана Трофимова в следующем году заканчивает школу и начнет самостоятельную взрослую жизнь. Каждая встреча со своей наставницей Ириной Гуляевой ждет с нетерпением. Сначала девочка просила сходить с ней в киноинфудкорт, но за несколько месяцев общения, интересы Дианы поменялись. Я сначала была закрытой, а сейчас я просто открытой и сияю, можно так сказать. И просто я научилась проект делать вместе с ней, спортом заниматься, хотя я раньше это не очень-то и долюбливалась, сейчас я занимаюсь спортом спокойно. Наставники работают с подростками, оставшимися без попечения родителей в рамках проекта «Путевка в жизнь». Он реализуется на средства президентского гранта. В Самарской области проект запустили по инициативе автономной некоммерческой организации «Территория добра». Его цель – научить подростков самостоятельно обустраивать свой быт и досуг. Помогают им в этом кураторы. Я считаю, это очень необходимо детям, потому что даже если они сначала не хотят участвовать в программе, на самом деле они очень ждут наставников. И когда в группе у кого-то из ребят появляется первый наставник, через некоторое время остальные ребята тоже начинают подходить и спрашивать. А узнаете, пожалуйста, когда мне наставник дойдет, когда ко мне кто-то приедет. Проект «Путевка в жизнь» в Самарской области запустили в октябре прошлого года. На сегодняшний день в регионе кураторы работают в четырех реабилитационных учреждениях для детей и подростков, и сейчас в проекте 13 ребят. Мы пришли к такому выводу, что это очень хорошая альтернатива приемному родительству. Конечно, это не приемное родительство, но очень хороший инструмент для того, чтобы у подростков появился значимый взрослый, который поможет в жизни состояться, социализироваться, поможет в бытовых моментах, поможет в коммуникативных моментах. Деткам очень необходимо, чтобы их понимали, принимали. Конечно, наличие социально значимого взрослого в жизни ребенка – это очень важно и нужно. Каждый претендент на кураторство, а это взрослые и состоявшиеся люди, проходит жесткий отбор. Желающие стать кураторами для воспитанников реабилитационных центров могут узнать о проекте на сайте НКО «Территория добра». Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.